Вон, смотрите, вы посмотрите, что с ним творится вообще. Ты выиграл, Стат, а дальше что? Так, Владимир, ну, что мы сегодня с тобой сделали, скажи, пожалуйста. Здравствуйте, я приехал на битву. Вот, смотрите, вы посмотрите, что с ним творится вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сегодня здесь специально собрались для того, чтобы провести очередные испытания, подтвердить, либо опровергнуть какие-либо факты, какие-либо моменты, что касаемо преимущества прямотока, либо же, наоборот, непреимущества. Хочу пожелать удачи Денису. Денис, я тебе желаю удачи. Давай, жги корючку, короче. Давайте начинать, мы готовы. Ну, все, можем разогревать моторы, залазить на лодку. Да, все, поехали. Короче, Володя маленько хитрит, он, короче, когда стартует, он трим зажимает, а потом во время движения, он его приподнимает, чтобы двигаться на максимальную, ну, воздух бьет. Тем самым, как бы лодку хочется поставить на пятку, чтобы сопротивления меньше было. Вова, как думаешь, будет справедливо, если у меня трима нету, мотор нам оставить все время в одном положении? Ну, не пользоваться тримом при стартах. Нет, мы лучше сделаем так, мы сделаем несколько заездов на твоем занутренном, среднем и отнутренном положении. Нет, это все лажи. Дело в том, что у меня настроено только одно положение. Ну, либо ставь, как я тогда, ставь тогда, ну, вот сейчас у меня... Видишь, я, как ты, поставить не могу, потому что у меня трима нету. Ты можешь поставить и подстроиться под меня. Тебе проще... Ну, я уже выбрал максимально выгодное положение. Да, и на нем оставайся все время, хорошо? А на каком-то, а какой там числе трим поднятие? Смотри, если циферблат, вот циферблат... Я понимаю, сколько у тебя, одна вторая стоит? Смотри, смотри, одна вторая, одна вторая и чуть-чуть больше, вот так. А в переходной сваливается на три четверти. Да, ты говорил, да. Вот так вот, да. А ты во время старта делаешь меньше? Во время старта, а потом поднимаешь? Да, да. Ну, вверху. Просто мы вот про это говорим. Да, да, да. Мы про это говорим. Тогда ставьте на одну вторую сразу и не двигай. Ставить на одном положении и просто... А так получается, это хитрость, Володя. Ну, как хитрость? У меня вишня нет у вас. Нет, нет, это не обман, это просто такая вот... Это ни хер, я же и молчу, я мог тебя обмануть, но я не хочу обмануть. А я же это увидел еще на Тувинских, еще на этих. Я это увидел уже сам. Ну, а так я провалю. Так ты в этом и смысл, чтобы ты провалил, понимаешь, что дело. Я считаю, это не так. Вы сделаете, как вам надо, да и все. Я понял, ладно, хорошо. Ну, это не все. Ну, это вот мы перед боем, ты меня сильно по животу не бей, а в голову бей посильнее. Ну, это чепуха. Ну, что мы сейчас будем как на базаре? Я поеду, как я могу, а у вас было время подготовиться, а вы не подготовились. Все, я понял. Это чепуха. Раз, два, три! Так, 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 Денис. Совсем сильно поднял он трим. Во время движения он решил приподнять трим. Обратите внимание, Володя пользуется такой вещью, как он может поднимать мотор выше-ниже. И он думает, что во время движения нужно его приподнять. Он нам сказал, что он приподнимает примерно в положении 1-2 от трима. Вот. А когда он стартует, конечно, он мотор зажимает, чтобы легче было сразу выйти на глиссер, выпрыгнуть, как говорится. Ну, а потом он все-таки регулирует его. Ну, мы видим, что ставка пока 1-0. Еще раз! Так, делаем второй старт. Первый старт я выиграл корпусов на 5. Делаем второй старт отсюда, где мы сейчас находимся, будем вниз идти. Ну, видно, что Володя тримом играется. Старт ты выиграл, Адальфе ничья. Согласен, нет? Нет. Почему? Почему нет? Я же спереди иду. Ничья это, если мы разные идем, согласен? Ничья это, если мы вместе идем. Нет, старт за тобой всегда. Да, и я всегда впереди. Ну, впереди, но я на одной дистанции, ты не уходишь. Я шоу вилял? А, ну не виляй. Ну, давай будем кататься еще смотреть, я не против. Давай, смотри, сейчас что делаем? Смотри, сейчас что делаем? Сейчас я на 20 метров впереди стартую, ты меня догоняешь, а потом мы идем одинаково. Нет, давай еще старт и сделаем, к ним подъедем. Нет, ну давай сейчас так, мы много сделаем. Смотри, вот сейчас вот так вот, ты стоишь возле быка. Я на 20 метров впереди, ты меня догоняешь на старте, а потом мы идем ровно и смотрим. Ну, это херня полная, Вов. Как херня? Давай старт и делай ровно. Не, ну уже понятно, старт за тобой. Мы, смотри, старт за тобой, мы хотим понять, ты выиграл старт, а дальше что? Мы же не знаем. Ты меня догони, а если ты меня догонишь и обойдешь, ну тогда все. Не, не, Вов, ну это неравное. Раз, два, три. Так, Денис, впереди, да, впереди. Существенное отставание, аутбор джет, корпусов 20, однозначно. Ну вот, собственно, такие результаты. У нас уже третий заезд. Конечно, на том видео в Туве, который Владимир опубликовал, Виталий, там мы выяснили, в чем была причина. Конечно, эта причина была проблема с мотором у Дениса была. Она реально. Он в попыхах делал обкатку, причем, сделав обкатку, он не прошел ТО, не отрегулировал заслонку. Что он там еще сделал? Не там добавили смесь. Как-то, ну я не специалист большой в моторах, но мастер Павел там много чего делал. А, вот они сейчас сходу решили стартануть. Вот что они. Они сходу решили стартануть и все равно опередил. Да, опередил. Все равно опередил, да. Прямоток впереди, ребята. Ну да. Денис показал скорость 59 км в час. Ну, проблема была с двигателем. Вячеслав был в ТУВе, он все это видел. Реально с двигателем. Просто двигатель прошел ТО после обкатки. В попыхах делал обкатку Денис, чтобы в ТУ успеть уехать. И на самом деле, вот проблема именно в этом была. Когда они были на озере, там наверху второй день, Денис сказал, что он тоже выигрывал там. Но, к сожалению, это видео не попало. А если не попало видео, значит это не счетово. Вот. Сейчас с Владимиром мы разговаривали по поводу Трима, но он сказал, что это ваши проблемы. Если у вас нету Трима, то это ваши проблемы. Ну, в принципе, мы не против. Так, все, они стартуют. Выравниваются. Владимир сейчас стоит ближе к берегу. Раз, два, три. Все, поехали. Ну, да, возле берега еще быстрее получается. Ну, я не знаю, наверное, мы до вечера, да, сейчас будем стартовать, пока Володя не устанет? Ну, да, зашли, наверное. Так, ну что, Денис опять у нас тут вырослый. Вперед. 60, ребята! 60! 60! Есть 60 км в час. Я считаю, что я сейчас 60 сделал, смотрел. 60 км в час вниз? Да, да. То есть я сделал. По течению, я думаю. Да. А сейчас будет интересно, а чем ты мерил скорость, а? Ну, надо всем возможным мерить. Давай, знаешь, как сделаем. Сейчас я сяду к тебе в лодку и подержу твой телефон и замерим скорость, а потом ты сядешь в мою лодку. И будет видно, насколько прямоток, ну, логично же, да? Владимир, я просто сейчас скажу теоретический расчет. Ну, то есть я заморочился тем, а сколько вообще может лодка ехать под токацию 50 на винтовом. Так вот, в идеальных условиях, без проскальзывания лопастей и сопротивления лодки, 58,5 км в час. То есть, грубо выражаясь, 14-й винт, это шаг его, да, который идет в стоке с винтовым. А в сколько в лодке ехать? Разницы нет, это просто идеальные условия для винта, 14 км в час. Это математически, да? Это математически делается, и предполагается, что... То есть я больше 58,5 км не поеду? Нет, на водомете можно ехать и больше, потому что... Больше? Конечно, но... Дело в том, что водомет, это же маленько друг... Я не буду рассказывать теорию. Ну, короче, это очень хорошо водомет. Ты боишься, что я создам другой прямоток? Нет, ты что, это же наоборот хорошо. Всегда, когда есть... Ты инженер, а я испытатель. Да какой я инженер? Ты изобретаю, а я буду испытывать. Вот и все. Поехали. 42. Сколько? 44. А, ну этот врет, да. А может мой врет, как понять? Ну давай, вверх, вверх, сколько? 42. Давай еще. Вот по метру. Максималка сколько? Сколько? 42 было. 42. 41. 42. Сколько? 55. А у тебя? Сколько? 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 По-твоему, 60 у меня. У меня 56. Вы по-твоему верите? Ну это Яндекс надо... Ну хорошо. Скорость против течения максимальная кратковременно. Уверенно 42, кратковременно 43. По течению максималка 56 километров. Сейчас по его. По его 60. Не, не, ну надо мерить. Нет, не будем по его. Яндекс навигатор, я не знаю. Не будем по его. Давай по одному мерить. Поехали с твоим теперь. Подожди, а у тебя-то сколько показалось на твоем крутом? А у него батарейка сажается. А на телефоне? У него 60, у меня 56. У меня может 100 километров в час показать. Может, погреться, маленький. Давай по одному. Я спрашиваю, сколько у тебя? Я же не говорю, что давай по-твоему или как-то. Сколько на твоем выжил? Ты говоришь 60, правильно? Да это я к примеру сказал. Какие 60? Не какие. Вот Денис сказал, что 60. Да ну 60. Откуда 60? Они все примерно показывают, но если там... А у тебя 56, да, показал Денис? Да, 56. И 43, сейчас на моей лодке поедем. То есть, итого получается 50 километров в час вдвоем. 36. 37. 38. 37. Пошли назад. 52. 53. 53, все, поехали. 46 километров в час. И 53 вверх получилось. 53, 39. 53, да, было вверх. Нет, нет, вверх 39, вниз 53. Груз меряем? Да, да, меряем, да. Ого, сколько веса тут у нас сейчас? 820. 820 килограмм сейчас. Примерно. Да. Плюс будет. Места надо запомнить, кто здесь сидел. С бензином, да? Да, да, с бензином. Не, не выйдет. Не выйдет. Без вариантов. Не выйдет, все. О, камни, камни, все. Нет, все, не вышел. Камни, камни. Не вышел. Камни, вов. Да я понял, я разворачиваюсь. Вот, камни, камни. Все, вышел. Примерно у нас вышел. Она уверенно агентирует, вот, как. Водиметов, которые у нас. Агентирует, вот, как же, уверен. 820 килограмм сейчас депрессируем 820 килограмм 820, да? правильно? да так, 34 мы сейчас имеем 35 35 35 километров в час мы сейчас поднимаемся 820 килограмм против течения по Енисею разворачивайся давайте сейчас развернемся и попробуем посмотрим сколько у нас будет вниз по течению 39 40 41 километр в час 42 43 44 45 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 Средняя скорость, если отнять, примерно 42-41,5 км, ну, 41-42 км сейчас скорость с такой загрузкой получается. Сейчас мы с Владимиром, а у нас в первый раз не получилось выйти, да, Владимир? Да, сейчас делаем то же самое, 820 кг. Развесовка, да. Так, они-то перекинули? Все, погнали. Все, поехали. Выйдет? Может выйти. Сейчас больше шансов, сейчас первый раз. Почему-то я чувствую прям вот это, о, выйдет, все. Развывай скорость. Входишь, выходишь. Скорость, первая. На клисер мы вышли, сейчас мы попробуем замерить скорость. Сейчас у нас получается, значит, на ловиной лодке, на оригинальной насадке, 820 кг веса, мы идем со скоростью 29 км в час. Какая скорость, Денис? Денис. 32-31. Денис. Так, значит, вышли на центр реки, идем вниз. Сверх, вперед. 32-31 идем. Ага. Затем. 32-31. А у нас было 47, да? 47 было. Прилейший. Он на клубине сваливает, смотрите, все. Да, да, да. Он на клубине сваливает. Да, видно, что скорость. А, да, да, да. Смотри. Все, свалился. На волне свалился, все. Да, да, да. Ну, не свалился, идет еще, но очень тяжело идет. 28-26 идет. Володя, на клубине свалился ты. Да. Против течения под берегом мы шли 28 км в час. Это факт. Мы вышли на глиссер. Ну, а когда вышли на центр, мы шли со скоростью 30-29 км в час. То есть, грубо выражаясь, все, реально свалился. Да. Ну, вроде бы мы неплохо шли, но начали сваливаться именно в тот момент, когда пошла волна. Вот ту волну мы догнали, которую мы поднимались, и на ней, на этой волне мы свалились. А так, вроде, в течение сколько на оригинале мы шли километров? 28, да? В смысле, на прямотоке их разговорения? Нет, нет, здесь сейчас. А, поле течения под берегом 28-27, да. 28-27. Ну, короче, так. А у нас было... 34 было туда, а обратно 47. Так, Владимир, ну, что мы сегодня с тобой сделали? Скажи, пожалуйста, с Денисом. Мы сегодня открыли новый водомет, который будет пользоваться спросом, потому что он реально быстро едет, он хорошо стартует, много везет. Ну, много оба везут, но этот едет быстрее. Но и он не сваливается нам в глубине. Да, не сваливается. К сожалению, у нас ограниченное количество народу было здесь, и мы не смогли тот предел найти. А, предел, да. То есть можно было... Я думаю, что у прямотока еще не предел. Вполне возможно, да. Вот в чем дело. Ребят, ну, давайте закончим этим, да, точку ставим сегодня, поэтому все, всем до связи, всем пока. Я очень рад, что Володя приехал, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.